Заключительный период матча американская сборная начинает в меньшинстве. На 40-й минуте удалился капитан звездно-полосатых Кевин Миллер. Наша команда начала третий период. Первая пятерка на льду находится. И сейчас пытаются закрепиться в зоне, стать и разыграть позиционную атаку. Но вот, к сожалению, Ждан потерял шайбу, еще правила нарушил. Сейчас будет удаление у сборной России. Видимо, за задержку соперника клюшкой, так и есть. Недолго мы играли в большинстве. 56 секунд команды будут играть в равных составах, а потом минуту и 4 секунды будет преимущество у сборной США. Вот что значит рискованный пас в гиней линии. Ждан вступил в борьбу после этой передачи. И вынужден был палить, чтобы соперник не продрался по краю и не убежал к воротам Егора Поддамасова. В графоне в зоне сборной России. Напомню, что в неравных составах играют, вернее, в неполных, но в равных составах играют команды. По 4 полевых игрока на льду. У нас Фролов и Архипов в нападении. Вот сейчас передача Архипову. Вы знаете, слетно поймал шайбу. Очень был хороший прием. Чуть-чуть отпустил. И Рогли здорово тоже сыграл на выходе из ворот. Но получится у наших атака эффективная. Хороший вход в зону. Не стал оставлять шайбу Архипов. Не точные передачи прямо на фасе Турковский. На Фролова. Архипов идет на пятачок. Фролов пиньфит. Освобождается от опеки американского защитника. Борьба у борта. Здорово сумели мы закрепиться в зоне, но к воротам выйти никак у нас не получается. Фролов приходит на помощь Архипову. Гусев, Фролов и бросок по воротам. Архипов вылетел на пятачок. Три в два атака американцев. Вот получится опасный момент. Сейчас уже американцы имеют численное преимущество. Бросок по воротам по Даматскому. Но нельзя терять своих на пятачке. Сейчас был очень неприятный момент, если бы шайба выскочила перед воротами сборной России из гущей скопления игроков у борта, то кто-то из американцев мог бы бесцептительно расстрелять в ворота Егора Подаматского, который сейчас в игре. Гол. Так, к сожалению, не удержали шайбу там на пятаке. И американцы сравняли счет, используя численные преимущества. Второй раз в этом матче две шайбы американцы забросили в большинстве. Джон Хоу, один гол в этом матче. Сейчас мы посмотрим повтор. Вот был первый бросок. Егор Подаматский не зафиксировал шайбу в ловушке. И... удалось американцам забить шайбу. Он щитком не зафиксировал. Да, но сначала он в ловушке не поймал. С братами в центре площадки 2-2. Все начинается сначала. Ну и что, повеселее, значит, будет третий период. Наши стряпнутся после пропущенной шайбы. Хотя, напоминаю, исход этой встречи не имеет никакого значения ни для американцев, ни для россиян. Россияне в любом случае на первом месте в группе B американцы в любом случае будут на чемпионате мира вести борьбу за выживание. И свисток проброд. А я хотел бы поговорить о том, как проходят матчи в других группах. Вот в группе B определилась третья команда. Латвия одолела Беларусь со счетом 4-0. Где три красавица, защитника нашего преддата. То есть в группе F, где будет выступать в сборной России. Четвертого мы играем с матышами. Поклетаемся за Питер 2000 года. Я надеюсь, что поклетаемся. Других вариантов и быть не должно в наших мыслях. Шайба в ловушке Егора Патамасова. Дальний Швейцария. Это матч в нашей группе. Группе B. 2-6. Зачане уступили. Швейцарцы вторые в нашей группе. Зачане как-то свою задачу выполнили. И дальше уже могут покататься на чемпионате мира. Своё удовольствие. Чеки разгромила Австрию. 8-1. Украина уступила Германии. 1-3. Причем украинцы открыли счет в этом матче. Это сделал 40-летний Ширяев. Но в конце концов Германия раскатала наших бывших соотечественников. Так что Украина, Беларусь, США и Япония будут выступать в турнире за выживание. Две команды вылетают из серии А. Такой разгромнил. Ну и еще, наверное, такой любопытный момент, что в игре Украина и Германия. Счет 3-1. Но немцы еще не реализовали штрафной бросок. Семчук сбил Шайгу. Так что это мог быть и больше. А у нас тем временем бросование в зоне Егора Подамаска. Вы знаете, как-то вот первый период прошел с небольшим преимуществом американцев. Второй период наши очень хорошо начали. А третий период опять американцы начали получше, я бы сказал. Но вот сейчас может быть момент у нашей сборной. Шайбов Григоренко бросал он с неудобной руки. Леонид, вот вы все время улыбались, когда мы упоминали фамилию Демитратовка. А пожалуйста, Нико отдал результативной передачи Полу. Отлетелся в потоколе этого матча. Я просто подумал, если бы он в футбол играл вообще... Бомбардиром, наверное, был. Пауза. Каждый вечер в центре Москвы в самое азартное морское путешествие отправляется гигантский суперлайнер Арбат. Для всех пассажиров казино, бойцовский клуб, ресторан Тропиканы и многое другое. Культурно-развлекательный центр Арбат. Под глупусом. Стасик. Итак, продолжается наше голосование. Как-то вы не очень активно голосуете. Подозреваю, что все-таки решение наших экспертов вам не очень подошло. Наверное, считается, Егор Пагомацкий по-прежнему главный телегерой. Но я думаю, что... Вот нападающие, может быть, не так стоят защитники, которые вот сейчас не удержали преимущество. Мы, как павловские собачки, реагируем на лампочку, которая загорается над студейским столиком. У нас уже условный рефлекс. Как ее увидим, сразу говорим пауза. Не знаю, как мы комментируем, а слово пауза произносим очень четко. Если вот... Сейчас наш атакует, прострел... Да, так вот, я не знаю, в сборной США мне очень нравится игрок по фамилии Димит Раков. А вот в сборной Швейцарии Делла Роса. Такая фамилия есть, очень интересная. Мартини Бьянко. Да, почему-то ассоциация Мартини Бьянко. Сапрыкин с шайбой бросок. Это выпало из ловушки Роглиса, но он уже прижал ко льду, пафф на колени. Кстати, возвращаясь к этому моменту, я хочу сказать, вот, несмотря на то, что Сапрыкин играет в НХЛ, он так бросил и так как-то на добивание пошел, но не очень активно. А вот когда мы пропускали шайбу, ну, очень активно сыграл нападающий сборная США перед воротами Егора Подамасского. Ну, и как-то наши защитники, наверное, не ожидали такой впрытия от него, даже не стали его так особенно отделять от шайбы. А надо тут, потому что основная, основной, так сказать, основная сильная сторона, что ли, в игре североамериканцев, это игра на пятачке перед воротами. Тем более, что большинство голов именно с этой позиции забивают. Антипов сейчас не точно бросил, но, как мне представляется, он получил перед этим удар по руке, и поэтому не смог эффективно и на более высоком уровне выполнить этот прием, просто с поворотом. Вбрасывание в районе красной линии. У нас звено Зиновьева. Очень хорошо играет Антипов. Выдержал такой удар, вот сейчас борется за шайбу. В общем-то, выигрывают нашу эту борьбу. Шуглобов пошел на ворота. Здорово! Хороший момент, Зиновьев, не попадая в пустую же рамку, будет добивание. Очень такой динамичный момент был. Сложная позиция была у Зиновьева. Вы знаете, вот единственный вариант, при котором... Сейчас мы посмотрим этот повтор. Антипов делает передачу. В принципе, шайб не должна была проходить на Зиновьев. Но вот, посмотрите, Зиновьев выкатывается. Единственный вариант, при котором он мог забросить шайбу из такой позиции, это еще шаг делать вперед и резко вертикально под планку бросать. Знаете, это очень сложно технически выполнить, но если бы он это сделал, это было бы классно. А я хотел пожурить Суглобова за то, что он пошел в борьбу на троих соперников, но он эту борьбу выиграл. И в результате, благодаря его усилиям, создан очень опасный момент. Так что Александр умница. Ну вот Суин так решил мне в Зиновь прокинуть американскую шайбу совсем так, что пижонские. Пижоник не надо при счете 2-2. Такая никакого турнирного значения эта встреча не имеет, но все-таки победа нам нужна. Я думаю, что мало кто в этом сомневается. С другой стороны, если бы выиграл, было бы, конечно, очень красиво. Затрата. Наш человек. Наш человек. По поводу наших людей. Мы привыкли к тому, что везде они есть. И вот Семен Дмитрий, вот сейчас опасный момент. Семен. На 3 атаки. Семенка увлекся. Подхватывает шайбу у новосельцев. Паспорт, сильную линию. Кстати, вот новосельцев не так заметен сегодня, как в первых двух матчах. Будем надеяться, что в следующей стадии будет активней. Так вот, я про наших людей, которых разбросало по всему миру. В американской сборной работает массажист Михаил Манчин. Он петербургский. Трудился в СКА, потом перебрался за океан. И садился в персонал различных американцев в сборных. С 98-го года. В том числе даже из женской сборных еще работают. Ну вот сейчас в середине площадки игра идет. И может получиться неплохая атака у американцев. Бросок. Сераара угрожал воротам Егора Подамасского. Такой сложной позиции. Бросал стоял спиной к воротам в районе точки убрат, но не развернулся, бросил. Вот, конечно, что у североамериканцев не отнять. Это броски из любых положений. Седьмая минута третьего периода идет. Счет 2-2. Вбрасывание в зоне Егора Подамасского. В группе С на час после окончания нашего матча определился победитель группы. 2-го мая в турку сборной России уже в рамках группы F будет встречаться со второй командой вот этой самой группы С. Или с канадцами, или со шведами. Игра начнется в девчонку вечера по московскому времени. Канадцам могут стать первым при мячей на месходе этой игры. И они выигрывают после первого периода. Минимальное при мячах 1-0. Хорошо, что у нас в активе уже есть 4 очка. То есть квалификационный раунд мы начинаем в качестве одного из фаворитов, одного из лидеров. Вот там квалификация уже начнется настоящий хоккей. А здесь была хорошая разминка. И в турку мы уже сможем сделать выводы о реальной силе сборной России. Кстати, у канавца шайбу забросил Хитли. Это четвертая шайба его на турнире. Просто какая-то голевая машина. В каждом матче отличается. И мне кажется, что эта информация должна послужить сообразным допингом для Ильи Ковачука. Его партнер по звену постоянно забивает. А что же Илья? Хороший момент сейчас у наших был. Илья забивал в каждой встрече, а вот в этом пока он не отличился. С коленей набросал поворотом. Такой убойный бросок у него. Дело за малым. Попасть нужно. Хороший перехват с лета сейчас перехватил шайбу за стук. Вот Ковальчук сейчас шайба делает передачу на Григоренко. Но американцы отъяснили наших к борту. Вяжут по рукам и ногам. Сейчас будет удаление Ковальчук. Был с шайбой. Григоренко упал и прозвучал свисток. Пауза. Спорт. Окей. Россия. Крупа Авианс. Он был за задержку руками Фил Хаусли. Вообще интересный был момент. Никак не мог он сдержать Григоренко за своими воротами. Так если порассуждать, 64-го года рождения Хаусли и 83-го года Григоренко. Вы знаете, позиционно Хаусли очень хорошо играет в площадку, видит никаких вопросов. Очень хорошее катание, подвижность для своего возраста. Но в таких ситуациях, когда нужно вот именно выиграть борьбу на ограниченном участке площадки, конечно, у молодых есть преимущество. И поэтому только ценное удаление смог Фил Хаусли удержать Игоря Григоренко. Наши стали в зоне. Второе звено. И роя усиленной линии. Но кому-то нужно идти на пятачок. Вот Сопрыкин стремился к воротам. На пятачке, впрочем, никого нет. Боятся, куда наши идти. Хороший был момент у Турковского. Он накатил на ворота американского голкипера Крифа Розберска. Вы знаете, Сопрыкин сегодня действует в такой несвойственной ему манере. Флеймейкер практически. Отличную передачу сделал Фролову на пятачок, когда наши забросили шайбы. И вот сейчас, ну просто, классная была передача Турковскому. Нужно было немножко пожестче клюшку Василию поставить. Мне кажется, он сам не ожидал, что эта передача пройдет. Зиновьев на вбрасывании. Ну и Роглиц хорошо сыграл. Вовремя переместился из угла в угол. Роглиц сыграл хорошо, но бросок не совсем получился у Турковского. Вернее, получился, но не очень сильный. Суглобов контролирует шайбу. Имеется чистый лед перед собой. Суглобов делает передачу Антипову за воротов. Хорошая передача была под бросок запросима. Забыл бросить Виталий, ничего бывает. Зиновьев возвращается в свою зону, подклатывает шайбу. Раскатилась наша пятерка. Еще и 40 секунд на реализацию лишнего игрока. Зиновьев передает шайбу налево. Антипов пад через короткий борт. И неудачно развивалась эта сборная Россия. В очередной раз смена идет по ходу состава. У американцев Корво и Леопольд сейчас в обороне. А впереди пара нападающих. Стал и Джонсон в 23-й номер. Вот такое впечатание. Пас под бросок Ерофиеву попадает в клюшку Хаула. Отходит в свою зону Дмитрий. И передача на Зиновьева в борьбу. Лотельцев потерял шайбу. И в полном составе уже американцы. Хороший сейчас силовой прием Зиновьев применил на синей линии. Американцы все-то расслабились. Вообще-то не похоже на них. Я имею в виду силовую борьбу. Не совсем точный пас сейчас был. Роглис выбрасывает шайбу, но прямо на нашего. Сейчас он попадает в Кевина Миллера, капитана американской команды. И сейчас в нейтральной зоне борьба. Миллер падает на удаление. Вот совершенно такая ситуация. Ну, не продиктовано вообще нарушение правил. Зачем? Куда этот Миллер мог уехать? Там только вот к этой надписи Септер за воротами. Ну, передача я нарушил правила. Придется отбывать две минуты. Там еще замечательная надпись. Верим в команду. Да. Лак динамовский висит. Не просто динамовский флаг, а динамовский флаг в российском флаге сделал. Есть такой болельщик динамовский, Гоша из Арзамаса. Очень известный в фанатских кругах. Он приезжает на каждый чемпионат мира и обязательно привозит с собой этот флаг. А сейчас американцы в большинстве, естественно, на льду пил Хаусли. В этих ситуациях он как рыба в воде. И пытаются американцы в третий раз в этом матче реализовать численные преимущества. Два раза им это удавалось. Мото не теряет шайбу. Мото устреляется к ней Ковальчук. Кабанное движение. Бросок и гол! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам скажу, с моей точки зрения, это самый красивый гол на этом чемпионате из того, что мы видели. Ну просто классный бросок. Я еще подумал, что только Ковальчук бежал, а Хаусли его догонял. И, в принципе, опять же, большая разница в возрасте. И Хаусли очень хорошо катился и, в принципе, его достал. Но таким ложным финтом ушел Ковальчук. Посмотрите еще раз. Резко смещается в центр. Хаусли уходит куда-то там, я не знаю, за кем поехал. И Ковальчук на пенсию. Не, ну на пенсию ему, наверное, рановато. И в противоположную дальнюю девятку классный гол просто. Фантастика какая-то. Хоккейная мудрость в таких случаях глотит. В меньшинстве, да не в обиде. Мы-то играем. Четвером. И Ковальчук часто действует в духе Хитли. В каждом матче в гол-болу. Тоже четыре? Нет, у него три, а у Хитли четыре. И он в одной встрече отличился дважды. А, мы же третью игру играем. Ну правильно. Вообще, если честно, мне даже Хаусли жалко. Потому что он в этом эпизоде все делал правильно. Мало того, ветеран Хаусли достал молодого Ковальчука. Да, но вот такое ложное движение с редким изменением направления, это какая-то фантастика. Хитли забросил две шайбы у Латыша. Ага. Ну, Илья, по силам повторить этот результат. Скоро мы с ними играем. Так что, сейчас впереди у Ильи. Это такой неплохой силовой прием. Кто же это там? Это Топрыкин? Да, неплохо. Наши по-прежнему в меньшинстве. Ну, надо сказать, что не должно же так американцам постоянно вести. Два. Реализовать численность преимущества два раза. Но вот в одном из моментов они в большинстве пропустили. А сейчас может быть конертака хорошая передача. Да, не получилась передача точной. Ну, вот Антипов здесь борется, Зиновьев. Но только не проваливается. Ребят, зачем? Пятером уже играет наша команда. Мужественно лег под шайбу Герафеев. Воспрепятствовал пасу стороны американца. Леонид, а как вы думаете, кто сделал точную передачу Ковальчуку? Кстати, кто делал передачу? Датсук. Датсук. Ну да, ничего удивительного. Ничего удивительного. Ничего удивительного. Кроссов. Фрица Феррара. И пауза. Пауза нам тут на мониторе показывали этот блок Ковальчика. Ну просто для каких-то рекламных роликов. Или я не знаю, для чего нужно такие эпизоды снимать. Ой-ой-ой, конечно две минуты должно быть. Конечно две минуты. Только вот не надо нашим ребятам сейчас связываться там в инцидент. Это, кстати, вот правило, о котором мы говорили в предыдущей трансляции. Вратарь, покидающий вратарскую площадь. Площадь ворот, вернее. На него распространяются все функции полевого игрока. Но трогать его нельзя. Крэйг Джонсон на портачу. Кстати, Джонсон на американском сленге означает очень неприличные вещи. Джонсон себя повел как настоящий Джонсон. Посмотрите этот эпизод. Ну, это, конечно, неправильно. Может быть, наши сегодня реализуют численные преимущества. Разок хотя бы. Ковальчук. Не прошел Мотон. Мотов. Кстати, этот парень начинал сезон в Нью-Йорк Рейнджерс. Прошел тренировочный лагерь, но не смог закрепиться в основном составе. И его обменяли. Еще одно, кстати. Он уже выступал в Финляндии на чемпионате мира, но на молодежном, в 98-м году. И, кстати, тогда очень неплохую игру показывал. Да, в этом сезоне провел в низших американских, североамериканских лигах. Ну, вот поехал на чемпионат мира. Тоже что-то не очень удачно получилось. У нас первая зиму атакует. Напомним, что наши играют в большинстве. Больше минуты еще им. Играют в большинстве. Играя можно бросать. Знаете, это пара оба такие с бросками. Ждан и Дмитрий Калинин. В принципе, от любого защитника можно ждать броска по воротам. Я думаю, что нашим нападающим нужно использовать эти сильные качества защитников. Но вот смена уже. Второй Зинова у нас выходит. Зинова Архипова на площадке. И чуть больше 40 секунд у нас есть на реализацию лишнего. Ну вот, все вошли в зону. Турковки шайбы. Несильный бросок. Скорее, это была передача на дальнюю штангу на Архипова. 100% была передача. Классная, кстати, передача. Немножко не прошла. И вы знаете, я думаю, что такие вот моменты... Посмотрите еще раз. К сожалению, нам за кадром там был немножко Архипов. Но я хочу сказать, вот такие передачи... Посмотрите на вратаря. Он реагировал на бросок. Такие передачи, они чрезвычайно опасны именно в матчах с североамериканцами. Потому что я думаю, что в 90% из 100 защитник североамериканец бы бросил поворотом. Ну вот и Василий Турковский сделал. И вратарь всегда выкатывается под бросок. Добивание! Роблиц выручает свою команду. Ален выбрасывает шайбу в зону россиян. Четверка американцев сменилась. Усил выкатывает из-за ворот. Третье звено уже на площадке. Нет. И ошибки по-прежнему вторая пятерка. Пошли на смену, ребята. Нет. Сапрыкин. Обманное движение. С борту припечатывают. Вернее, подтолкнул к борту американец. Ну и сборная США уже играет в полном составе. 5 на 5. Шайбу в зоне сборной России. Вот сейчас можно организовать контратаку. Сапрыкину. Уже подустали, ребята. Надо уже меняться, конечно. Паралов как-то не меняется. На еле. Меня удивило, что ребята не сменились, когда шайба выкатилась в нашу зону. Уже нужно было. Я тоже думал, что будет смена. Ну, как-то никакой активности в нашей скамейке не было. Но вот сейчас Азинович до сих пор не может смениться. Ну, у нас идет 16-я минута третьего периода. Напомню, 3-2 сборной России выигрывает у сборной США в матче, не имеющем турнирного значения. Так, ну, а принципиально матча. Это в связи с войной в Ираке? Это в связи с общим положением в мире. В мире. Неспокойный в мире, конечно. Неспокойный в мире. Заворот, Гуськов подрался с Крисом Тетером Феррара. Ну, надо нападать этому парню с ликом мафиози. Аккрестью на этот братьев. Молодец, Литалий. Вот этого парня надо выпустить на лед сейчас. Да. Заворот, залетал. Я бы думал, никаких шансов у американцев не было. Я думаю, что... Пауза у нас. А вбрасывание в третьей зоне, потому что во время конфликта защитники сборной США переехали в нашу зону. Поэтому вынесли вбрасывание. И у нас меньше четырех минут до конца матча. Шаба в зоне российской команды. И пролетает она где-то в опасной близости от ворот Егора Подаматского. Егор сыграл клюшкой очень уверенно. Здорово сыграл вообще наш воротарь, я чувствую. Во второй раз на этом чемпионате мира станет такими или героями. Но про Юка Вальчука нельзя забывать. Какой он чудо. Гол заколотил совсем недавно в ворота американской команды. У-у-у, можно смаковать до бесконечно. Ну, чтобы Хитлер особенно не расслаблялся, Илья тут забрасывает у нас тоже в каждом матче. А вот сейчас такой сумбур там в третьей зоне. Смена составов у нашей команды. Первое звено на льду. Защитники, вообще-то какая-то смешанная пятерка сейчас еще идет смена. Ну, вот сейчас, видимо, будет проброс. Да, проброс шайбы. Вбрасывание в зоне Егора Подаматского. 17 минут 23 секунды прошло в третьем периоде. 3-2 сборная России выигрывает. И тренеры нашей сборной на вашем экране. Александр Якушев, далее Владимир Плёщев и там вдалеке уже Николай Толстиков. И Лувайра, американского тренера нам показали. Кстати, главный тренер сборной США практически не пользуется. Просмотр выходит про него такая легенда. Он считает, что главное это психологически настроить игроков. А научить за две недели играть в такие практически невозможные. В Питере помните, как настроил он своих ребят? А сейчас что-то не получилось, да? Смотрите, передачи хорошие. Да, сейчас. Хорошо, американцы, писты поставили. Так Илья Ковальчук мог догнать своего партнера по звену в Атланте. В Питере Лувайра сказал, смотрите, вот миллионеры приехали обыграть вас на одном коньке. Вы выступаете в одной лиге, но они в ведущих звеньях, а вы там где-то в третьем, четвертом. На пас, моментовый розборный США, бросок. Илья Ковальчук опять находил на ударную позицию. Знаете, так не вложился бросок, который бы технически правильно выполнял, но не вложился. Вот тогда Лувайра нашел мотивацию для ребят, играющих в чекинг-лайн. А на этом чемпионате мира для них мотивацию не смог найти. У нас, потому что нет такого количества звезд, поэтому они не очень мотивируют. Ой, как ошиблись перед воротами. Ну как бы не хотелось сейчас пропускать. Или пропустили, или не хотелось. Да, по-дамаски, кстати, очень хорошо сыграл. Знаете, вроде бы матч никакого турнирного значения не имеет, но очень хочется почему-то выиграть. Почему-то. Да, ну не знаю. Архипов, Шайбейт. Дрегоренко сзади. Готов помочь партнеру. Не по своему звену бросать надо. Мощный бросок будет ли кто-то добивать. Турковский приложился. Еще бросок. Все вокруг да около. Все у Турковский. А тем временем до конца матча остается меньше одной минуты. Бросок Димитракаса не достигает цели, потому что на пути шайбы стоял Гусик. Сейчас удаление будет составе российской сборной. Меньше чем длился до конца. А, нет, не удаление. Это сняли вратаря американцу. О, молодцы какие. Ты думаешь, молодцы? Лучше бы не снимали. Игра 6 на 5 сейчас пойдет на площадке Филхаусли. Он не хочет уходить на пенсию. Он хочет забросить шайбу в ворота российской команды. Ой-ля-ля. Бросок Бонтон. Поспешишь людей, поспешишь шайбы. Меньше 20 секунд до конца встречи. Мощный бросок и по-доматски накрывает шайбу. Все, все, не надо там ничего Ерофееву делать. Она закончилась. 13 секунд до конца. Вот там дружно наши три человека покидают скамейку Шрафников. Есть у них целых 13 секунд. Могут сыграть еще. Такая нервозная немножко концовка матча. Весь мир, это неспокойно. Да, мы же говорили об этом. И о политической обстановке. Прямо будет напряжение. 30 секунд. Да, 30 секунд берут американцы. Вы знаете, что интересно? Лу Вайра главный тренер сборной США. А во время 30 секундного перерыва Брайан Троттье. Вот он на вашем экране. 13 секунд до конца матча. Вбрасывание в зоне Егора Подомацкого. Шесть полевес игроков у сборной США. Последний шанс сравнять счет в этом матче. Американцы выигрывают в сбрасывании. Перепас защитников. Бросок. Мощный бросок был. Будем надеяться, что все. Шайба в зоне американцев. Американцы стал слежать ней. Не спешит листок. Да нет. Пока еще секунды есть. За секунду забросить шайбу невозможно. Если честно, мне показалось, что немножко опоздали остановить секундомер. Да, совершенно верно. И вот сейчас главный судья подъехал к скамейке. К столику к судейцам. Наверное, он сейчас скажет, что еще секундочку должны вернуть. Вы знаете, 19.9 на табло. За одну секунду, я вас уверяю, забросить шайбу невозможно. За две можно. И мы знаем пример недавний. Помните, Овечкин на юморском чемпионате мира после выбрасывания сразу же попался в цель. Выиграл выбрасывание, а Овечкин бросил. Да, но пока не объявляют по стадиону. Пока не объявляют. Добавили время или нет? Но на табло одна секунда. Одна секунда до конца. Калин на выбрасывании. И победа сборной России. Мы набираем 6 очков в группе. Первое место у нас. Репортаж для вас вели Леонид Вальсин и Дмитрий Федоров. Но стычки не будет. Все в порядке. Передаем слово студии в Москве. Всем хорошего. До свидания. Пока. Встретимся на хорошем хоккее. До свидания.